Приветствую вас! Я прочитал ваш вопрос и, если честно, он показался мне знакомым. Вот, не знаю, может быть вы задавали его раньше, может быть как-то все-таки вы его уже где-то писали, спубликовали, но правда заключается в том, что я как-то уже видел такую историю и все один в один было. То есть три проблемы, даже разделение у вас такое же было, такое же разделение по проблемам было. Первая проблема с работой, вторая проблема с мужем и третья проблема в постели. И даже симптомы проблемы в постели, они вот такие же прямо. То есть, если это вы, если вы задавали вопрос, то соответственно работали вы психологом. Если нет, то почему? Ну я имею ввиду хотя бы по интернету. Далее. Значит, общее впечатление у меня от вашего текста осталось примерно следующее. Вы не реализованы. Вы не реализованы. Абсолютно, абсолютно никак не реализованы. И вы пытаетесь для всех, как мне кажется, быть хорошим. То есть, вот вы стараетесь всем угодить, по моему мнению. И, как это видится мне, что, когда вот желание, желание ваше всем угодить, оно играет здесь против вас и идет оно из детства, к сожалению. Вот. Далее. Что важно мне показалось еще. То, что вы как бы вот своего мужа обвиняете, ну как бы обвиняете в том, что он у вас живет в иллюзиях. Но при этом сами вы, как мне показалось, тоже нормально так пребываете в иллюзиях там. Потому что, ну, именно вы рассчитывали, что, когда выйдете, например, замуж, все ваши проблемы улетучатся. И вот здесь, соответственно, что это, если не иллюзия, сказать довольно сложно. И здесь получается так. Не является ли, значит, ваш муж, условно говоря, условно говоря, неким таким отражением того, кем вы всегда, например, хотели быть. Но, допустим, не позволяли себе быть этим человеком. Например. Еще раз повторю. Это пока что только предположение. Потому что я в этом еще пока не уверен. Но то, что у вас может быть подобная ситуация, то, что у вас может быть подобный аспект, но это более чем реально. По крайней мере, так это видится мне. Далее. В том, что касается возбуждения. В том, что касается секса. Здесь я вам сразу хотел бы порекомендовать, чтобы вы, значит, обратились либо к сексологу, либо подумали, а что вообще вас, например, возбуждает. Вот просто, что вас возбуждает. Вы говорите, что, когда смотрели, например, читали романы, допустим, то это вас возбуждало. Вот. Ну и, соответственно, вопрос у меня к вам. Что вас возбуждало? Какие мужчины вас возбуждали, да? Вот. Это очень важный момент. Потому что именно на нем, на этом моменте, у вас основная проблема. Проблема в том, что вы не возбуждаетесь в том, что, значит, со своим мужем в постели, да? Вот. Это может быть связано, как и с тем, что вы его, например, не любите, но об этом немножко позже я обязательно скажу. Итак, значит, вы говорите, я боюсь лично общаться с психологом. Вот, собственно, в ходу и вопрос к вам. Почему боитесь с психологом общаться? Откуда страх у вас именно вот перед психологом? Почему боитесь с психологом общаться с психологом? Чего боитесь? Далее. Вы говорите, что... Вам жучка не везет в карьере, мне сейчас 27,5 и я сейчас старшись без работы. Значит... Ну, далее вы описываете, что родители меня с детства баловали, поэтому не работала до окончания института. Только подрабатывала официантом, а мы утром в лагерях. Значит, родители вас баловали. А вот сразу, как это проявлялось? В детстве они вас баловали. И что у вас за Брат Плефисия? Значит, вы пишите, что у вас не нашлось общего языка с начальством, но не раскрываете моментов, почему не нашлось. И, значит, вы говорите, что все 27 уже карьеру сделали, а я даже не могу никуда. Здесь идет сравнение себя с другими людьми. Соответственно, ориентация на некие общественно-социальные нормы, которые далеко не всегда являются хорошими и правильными. И, соответственно, скорее всего, те самые ценности, которые вам начали родители. Карьера и так далее. Разве что мне делать? Пишите вы. Почему я не могу никуда устроиться? Ну, здесь, я полагаю, что имеет смысл вам расширяться из руководителей интересов и смотреть, какая профессия наиболее востребована и уже в этой профессии стараться себя реализовать. Самое что-то непонятно, почему вы видите, что у вас не получается устроиться по профессии и не осваиваете другие. Определите, какие у вас ценности, какие у вас идеи, какие у вас интересы и постарайтесь подумать, как бы вы могли их реализовать. Кроме того, если у вас есть время, если у вас есть возможность, то вы можете занять свои хобби, в принципе, и через хобби, развитие хобби до полноценного заработка при желании. Главное понять, что вам интересно. И мне кажется, что в этом у вас проблема быть не должно. То есть, вы не можете устроиться из-за того, что вы не расширяете зону своих интересов. Вторая проблема в отношениях смутинских. То есть, вы, признаете себя девочкой рационально, приходила в отношениях страсти. Мы расстались со скандалом. Ага, у нас нет. Почему расстались? Полный расчет. Ваш парень был богатым, водил на меня в кафе кино, ухаживал красиво. Почему расстались? Знаете, у вас как будто, вот знаете, вас скачают от страсти к полному расчету. Это плохо. Это говорит о том, что вы зажаты, что вы не позволяете себе проявлять лично свою активность. Вы не играете с собой, вы привыкли себя зажимать. Ну и, может быть, у вас есть проблемы с личными границами. Правда, это еще нужно выяснять. Потом познакомилась в интернете с парнем. Стали общаться, но вдруг сделали предложение руки и сердца. Очень какая-то, знаете, сжатая история получается. То есть, за вами уходил красивый, богатый парень. Вы его почему-то применяли на этого парня из интернета. Он мне нравился, влюбленности не было. Я поняла, что стабильность из интернета в руках важнее журавля в небе. А после свадьбы ничего. А чего вы ожидали? От подобного вот, если у вас изначально не было само влюбленности. Вы чего ожидали-то, что после свадьбы вдруг влюбленности появится? Нет. Человек он тот же, человек тот же. И если он вам нравился, то чем он вам нравился? Если вы воспринимали его как средство, то вы и продолжаете воспринимать его как средство. И в этом контексте абсолютно ничего не изменилось. А в нашем браке нет гармонии. Так, а у вас с вашей страной нет чувства, откуда гармонии-то взяться. Дело в том, что лучше мало получается. Ну и что? Он вроде бы изначально мало получал. Почему вас это напрягает? Или стало напрягаться на определенном моменте? Или он больше получал? Знаете, если это стало напрягать вас, то изменилось что-то в вас. Поэтому нужно подумать, что изменилось. Почему вы стали на это обращать внимание именно в после свадьбы? А до свадьбы? Иногда у него деньги улетучиваются. Это плохо. Может быть, играет. Может быть, как-то еще и просадит. В любом случае, то что деньги улетучиваются – это плохо. Нужно учет финансов. Без этого семью не построить. А я считаю с детства каждую копейку, он живет в иллюзиях. Так. Вы почему с детства считаете каждую копейку, если вас баловали? И мужчина начал жить в иллюзиях с вами? Или он всегда жил в иллюзиях? Знаете, если он жил в иллюзиях всегда, то непонятно, почему вы опять же на этом сейчас заостряете внимание. Это вот ваш мужчина, это вот он такой, тот, кто вам нравился. А если он начал жить в иллюзиях после свадьбы, например, значит, у него что-то изменилось. И с этим нужно разбираться, что именно изменивать. Далее. У нас нет общего бюджета. Я просил выкладывать деньги в косметику. Откладывать, что он делает на своей карте. Здесь, если честно, я даже не знаю, что вам сказать, потому что, как бы, это его деньги и, в принципе, он имеет право держаться на своей карте. Другое дело, что если он не удовлетворяет ваших потребностей, например, не обеспечивает вас необходимыми вещами, как то. А тем, да, косметика, там, что-нибудь еще, то вы правильно сказать. А зачем тогда я с тобой вообще живу, если ты меня не обеспечиваешь? Меня очень напрягает, что у меня нет квартиры, машины, он не может обеспечить хорошую отрасль. А если вас это напрягает, зачем вы выходили за него замуж, что вы и на то рассчитывали? Почему вас напрягает, что у меня нет квартиры, машины? Это нужно лично вам или вы, опять же, сравниваете себя с другими, с теми, которые 27 лет сделали карьеру? Если это нужно лично вам, то именно вам, да и нужно работать, ориентироваться на это. Ведь это нужно вам, а не им. А если вы сравниваете себя с другими, то ни карьера, ни машины, ни квартира, ни опыта вам не помогут как-то, знаете, стать более уверенным в себе, потому что неуверенность, она имеет другие, как бы, ну, другие основания, другие источники. И поэтому вот эта вот связь, по сути, она вам ни в коем случае не поможет. То есть вы, наверное, и замуж выходили исключительно для того, чтобы у вас был определенный статус, и чтобы через этот статус сравняться с теми, кто в 27 лет уже сделал карьеру. Я полагаю, так, мы живем в квартире моих родителей. Как так получилось? Почему вы живете в квартире ваших родителей? Какова была договоренность? Папа часто паркиривает деньги. Почему папа часто паркиривает деньги? Чье это было желание? Его, ваше и так далее. Муж не напрягается и не стесняется такого положения. А почему он должен это делать? Почему он должен стесняться и напрягаться, если ваш папа это делает по собственному делу? Родители его не помогают деньгами. А почему? Они что, долстить? Ну, можете напрягаться, но все ему не надо. Вам, если что-то надо, вы берете на себя ответственность. Я живу в стрессе и страхи за будущее, может быть, поэтому сталантерны раздражают. Ну, думается мне же, что вы живете в стрессе, потому что вы не реализуете сами. Во-вторых, вы пытаетесь перевозить ответственность за себя на другого человека. Во-третьих, вы не соблюдаете личных границ, то есть вы указываете, как вести себя своему мужу, но при этом, да, вы говорите о его родителях, которые почему-то должны помогать деньгами. Но при этом вы ничего не делаете сами для того, чтобы стоять на ноги. Вы говорите о детях, но при этом вы не реализовали карьеры. Вы говорите о том, что хотите детей, но при этом, как вы будете содержать их, вы не знаете. Так, может быть, и не стоит показывать детей, если вы не знаете, как их содержать. Не знаю, как вести семейный бюджет. Мы вроде как друзья живем, а не муж и жена. Ну так, правильно. Вы не муж и жена, потому что у вас нет любви к нему. А мужчина знает, что вы его не любите. И, как бы, может быть, он считает, что вы его и не любили никогда. И поэтому он и не напрягается, и знает, что вы его не любили, и зачем что-то делать для вас. Опять же, непонятно, чего вы хотели. Вы живете как друзья. Потому что у вас нет чувств. Это нормально. В начале отношений секс был неплохой. Где-то через полгода я вдруг перестал вообще хотеть секса. Через полгода. Что произошло в эти полгода? Что там было? Что с вами происходило? Похоже на эмоциональную травму. Может быть, психологическую травму. Потому что, ну, просто так вот в жизни не пропадали. Ага, вообще, хотя секс перестала, хотя до него могла так влюбиться в кого-то, что страдала в одиночку. Так, страдала в одиночку. Но это опять же, вот у вас идет позиция жертвы и бег от ответственности. То есть, вместо того, чтобы человеку проявить какого-то вендачу и понять, что либо вы нужны, либо нет. Если вы не нужны, то идти дальше. Вы предпочитали страдать в одиночку. Опять же, зачем? Читала страшные романы, возбуждалась. Ну, это у вас сублимация. Сублимация и некое фантазирование идет. То есть, как вы говорите про своего мужа. То есть, такое ощущение, что вы действительно мучает, мучает, мучает зеркаливаться. А зеркаливает ваше отношение к себе. Как вы мечтаете, так он абсолютно себя ведет. И, наверное, не случайно вы его выбрали, не случайно вам понравилось. Сейчас мы стараемся достать удовольствие, я не хочу, мне больно. Но здесь, конечно, сексолог вам нужен. Это первое. Второе, это разговор в постели с мужем. Потому что, то, что вам больно при занятии с сексом, это говорит о вашем обувствии. Это говорит о том, что, в общем-то, либо мужчина не знает о ваших точек, так называемых, G, что вам нравится. Либо он неправильно это делает. А вопрос, а вы направляли его, говорили, как вам нравится? Сама себя удовлетворяю, могу получить удовольствие, а постели больно и все. Ну, понятно. Сами вы в некой лизе идеально пребываете, а реальный половой акт для вас это слишком реально, слишком несовершенно. Зачем ребенка мы тоже не можем, хотя брак уже почти год. А зачем? Зачем вам сейчас ребенок издавать проблемы с финансами? Вы себе еще больше проблем задаете? Или вы считываете, что ребенок ваши проблемы решит, те проблемы, которые должна была решить свадьба? Нет, ребенок не решит. И свадьба это не средство, и семья это не средство для решения проблем, а ребенок не более. Ну, может быть, не стоит пока заводить ребенка, пока у вас подобные проблемы. Вас это не сблизит. Мужчина это еще больше может отродить от вас. Он уже сейчас чувствует, что не может вам доставить удовольствие, и что вы не даете ему обратную связь в сексе, а если вы будете беременны, то вообще интимная жизнь прекратится, и у мужчины может появиться другая. Не нужно сейчас вам торопиться с беременностью, надо будет устроиться, начать как-то реализовываться. И, одновременно, с этим больше забыть о себе, больше беспокоиться о себе, вообще прорабатывать свою модель женского поведения, зажимы, блоки свои, которые у вас есть, и так далее. Так, его родители намекают, что ждут внуков. Ну, интересно. То, что его родители намекают, что ждут внуков, это здорово. А, как, у меня, по-моему, это нет. А вам не кажется, что вы, как-то вот, чересчур много говорите о третьих лицах в своем сообщении? То есть, его родители, ваши родители. А вы-то сами где? Именно вы, даже без мужа, где вы? Чего вы хотите? Зачем вы хотите? Как вы хотите? Почему вы хотите? Обо всем этом вы их думали? Вы бываете одна, ну, совсем одна, чтобы можно было подумать? Приговорить по лицам, получается, что с подругами, а не с мужем. Но это нормально, далеко не каждый мужчина может выслушать свою женщину и понять ее далеко не каждый мужчина может и далеко не каждый мужчина хочет. Опять же, чего вы ожидали, если у вас отначально не было к нему любви? Просто вот подумайте, чего вы ожидали от брака и для чего? Чего вы хотели? Вот все, чего вы хотели, вам нужно получать самой, не через кого-то. Я мечтал, что буду любить и буду любимым. Почему вы мечтали? Зачем вы мечтали? Вы про своего мужа говорите, что он живет в иллюзиях, а сами вы говорите, что я мечтал. Получается, что вы оба живете в иллюзиях, а иллюзия – это инфантильность, это бег от ответственности. И получается в этом контексте, что мужчина больше несет ответственности за вас и за себя и за семью, чем вы. Вы говорите, я мечтал, что буду любить и буду любимым. Зачем? Зачем любить? Зачем буду любимым? Почему вы мечтали об этом, а не о собственной реализации? Для чего вам любить и быть любимым? Чтобы была такая же семья, в которой вас баловали? Полагаю, знаете, проблемы все идут именно оттуда. У вас модель семьи такая, что вас балуют, и вы никакую ответственность за себя нанесете. И вы вот думали, что в вашей семье точно так все и будет. Так надо так. Но мужчин для этого вы выбрали неверного. Неверного. Не того. Другой нужен. Другой нужен. И скорее всего такой, для которого вы были бы полезны. Именно полезны. Так как в вашей семье и родительской жизни уже не будет никогда. К этому нужно привыкать. Почему ты думал, что выйдет замуж и все проблемы исчезнут? Ну, вы думали, что на вас возьмут ответственность всего. Их стало больше. Я очень боюсь будущего. Потому что вы несете ответственность за себя и ни на что не влияете. Почему, как вы думаете, у вас стало больше проблем? Вот просто. Почему? Подумайте. Говорят постоянно скручить в мыслях о деньгах. А, конкретнее. Как скопить деньги на ипотеку? Зачем? Как будем содержать детей? А детям зачем? Где дети как способ реализации? Или дети как результат любви? Ну, у вас нет любви. Значит, способ реализации. Подумайте, а дети достойнее того, чтобы быть способом реализации? Вашей реализации. Иногда хочется прям влюбиться в мужа, чтобы были мурашки. Хотелось бы с ним всю ночь. А зачем влюбляться-то? Если это не вас, мужчина. Если вы выдрали его из расчета. Как можно в него влюбиться? А у меня только раздражение. Вот снова раздражал. Видишь, чем пришел грязный и попал ударение не туда. Но опять же, это нормально. Когда вы выбрали человека, исходя из его пользы вам. А человек приносит меньше пользы и больше негатива. А кроме пользы, вас в нем больше ничего не интересует. И отсюда раздражение. Все правильно. Я понимаю, вы скорее всего предложите развод. Нет. Лично я вам развод предлагать не буду. Я предлагаю вам сначала перестать с мужем заниматься сексом. Который его только десредитирует и позорит. Как я понимаю. Во-вторых. Вам брать ответственность за себя. Полностью на себя. Устраиваться на работу. Расширять твой кругозор. Реализовываться. А там дальше уже будет видно. Я не уверен, что готова и что тогда жизнь будет лучше. Не уверен вы к чему. К разводу. А вы готовы так вот жить? Это то, что вы хотели. А почему не готовы к разводу? Жить может быть лучше не станет. А к разводу почему не готовы? Я бы хотел попробовать создать счастливую жизнь с этим человеком. А зачем? Почему семья именно с этим человеком? Не потому что вы боитесь, что кроме него вы никого больше не встретите. Для того чтобы создать счастливую семью нужно, чтобы оба партнера были в гармонии. Вот мужчина у вас все равно в определенной гармонии с собой находится. Хоть и не мало получается. А вы не в гармонии с собой. У вас больше амбиции, у вас больше мечтаний, у вас больше стремлений. Из-за этого вы постоянно фрустрируете. И вам нужно вот то, из-за чего вы фрустрируете, привести в некое соответствие с тем, чего вы хотите. И что вы можете реально. То есть чтобы вы на это направляли свою энергию. Чтобы муж занимался тем, что он может и делал все, что он может. И вы делали все, что он может, то все, что вы можете. И если у вас бюджет раздельный и мужчина не хочет вести общий бюджет, то его право. Но и вы тогда введите свой раздельный бюджет. Пусть у нас свои деньги будут. Ведь после взрослых раздельных вдруг понимаешь, что вот рядом человек, который женился на мне. Ну, знаете, то, что на вас женился, это еще ничего не значит. Просто вообще. Который крутится на двух работах, но опять же для чего и как он крутится, это ничего не значит. Дарит розы просто так, это уже ценнее. Принимает мой характер, это позиционно. Помогает по дому, это прекрасно. Хочется от меня детей, это скорее безответственно, говорить, что любит. Ага. То есть вы не видите, что он любит. Вы не верите, что он любит. Почему? Считаете себя недостойной любви? Хочется большего. Зачем? Большего для чего? Большего от кого? Подумайте, а если мужчина вот скажет вам, что он вам этого большего не даст? Ну, то есть вот, вы, например, скажете, допустим, хочу там, скажем, трехкомнатную квартиру, допустим, и так далее. Он скажет, нет, дорогая, ничего такого у нас не будет, не будет там, дай бог, там через 10 лет у нас будет своя квартира и так далее. Вы от него уйдете? Или вы будете продолжаться фрустрированы? Понимаете, то, что вам хочется большего, это чисто ваша ответственность и ваша проблема, и вот вам ее, ну, и нарешают. А муж, он делает все, что он может, но не больше. И у него есть определенный, определенный свой предел, который вам надо бы уважать, а вы не уважаете. Значит, и далее вы пишите, помогите, пожалуйста, я запутался. В чем по всем помочь вы не написали. Жаль, потому что это было бы очень кстати, чтобы вы сказали, в чем именно нам, вам помочь. Ну, в любом случае, я вам дал основные направления. То есть это для начала расширение своего кругозора, ответственность за себя, значит, выработка адекватного отношения к себе, проработка модели женского поведения, возможно, сексологам работа по созданию своего сексуального сценария в постели и так далее. С мужем более доверительные отношения в плане секса, то есть чтобы вы больше постели разговаривали, именно обсуждали, что вам нравится, что нет, что не нравится, а не может, терпели. И, соответственно, работа над комплексами, которые побеждают вас в плане себя с другими людьми. Это вам тоже очень сильно мешает. А также приведение ваших амбиций и того, по поводу чего вы фрустрируетесь в соответствии с нашими возможностями. Потому что сказывается ощущение, что это не ваш муж пребывает в иллюзиях, а вы. И вот так вот, я думаю, вам можно помочь. Но в любом случае, то, что вы 27 лет переживаете вот такое, то есть вы уже довольно взрослый и достаточно человек, ну, говорить, как бы, о определенном кризисе. И этот кризис, его не преодолеть вот так. Вам, может быть, имеет смысл там без мужа пожить, вам, может быть, имеет смысл в одиночестве побыть, вам, может быть, имеет смысл подумать о том, чего вообще радости, как и вы. Там у вас такое ощущение, что вы вообще одна не бываете. Это плохо, вы теряете в этом плане себя. Желания у вас есть, но они связаны и связаны с другими людьми. А почему другие люди должны эти ваши желания удовлетворять, непонятно. А в остальном все эти идут из вашей семьи. Ну, и противоречия, как у вас есть, относительно того, что, вот, например, мой папа мне помогает баткировать денег, ему это принимают спокойно, то есть папа типа не должен помогать, а его родители не помогают ни их деньгами вообще. И это вроде как плохо. Так вы определите, что вы либо принимаете помощь третьих лиц, и тогда ваш муж ведет себя правильно, либо вы не принимаете помощь третьих лиц, и тогда нет претензий к родителям. Получается какая-то двойная, двойная позиция. И, что интересно, это отсутствие ваших позиций вообще. Собственно, я не видел никакой позиции вашей, помимо ваших желаний и амбиций. Ваша позиция личностная, жизненная, социальная, ценностная и так далее, она заключается в чем? Вот ее и нужно вырабатывать. Без страха, без сомнений. И уже когда вы работаете, тогда вы уже сможете под нее подстраивать свою жизнь. Именно под позиции, под ценности, под интересы, под взгляды, под вкусы, например, в контексте мужчин, вкусы в контексте секса и так далее. А не так, что вы создаете семью просто для того, чтобы она была нужна. Вы ходите замуж просто для того, чтобы это нужно. А на вот и ребенка просто там это нужно. Ну, условно говоря, вы перешагнули вот сразу несколько ступенек. То есть вы были в своей семье, в родительстве, где вы не несли ответственности. Вот самостоятельно вы не были никогда. Одна вы не жили. А надо было, надо было. Поэтому вы сразу шагнули из детства во взрослую семейную жизнь. И они оказались не готовы. Поэтому я рекомендую вам вернуться обратно и спрашивать отдельно. Самостоятельно себя обеспечивать. И вообще привыкать именно в себя обеспечив. А дальше уже двигаться в направлении адекватного союза с другими людьми. И обязательно проработать причины вашего расстояния с предыдущими мужчинами. Потому что двое мужчин. И, как я понял, больше. А также ваша подвистая жертва – это что-то системное, как мне видите. На этом все. Надеюсь, помог вам. А если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку. Буду рад помочь, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго. И удачи! Субтитры сделал DimaTorzok